Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Вице-премьер Серебрян, по сути, дал понять, что Кишинев не готов идти на компромиссы по вопросу поставки лекарств в Приднестровье. Не готовы решать и другие вопросы, банковская проблема, телекоммуникации, автономера. Тем временем международные партнеры просто наблюдают за происходящим. ОБСЕ не применяет необходимых усилий для того, чтобы вернуть в нормальное русло молдавскую сторону. Эта организация уже во многом дисфункциональна и деградация налицо. Российский корреспондент рассказывает о проблемах передвижения. В Кишиневском аэропорту постоянно задерживают преднестровских и российских дипломатов. И не только их. Правозащитника Александра Брода, который больше 20 лет занимается преднестровской проблематикой, развернули в аэропорту Кишинева в прошлом году. На пропускном пункте уже был список нежелательных лиц, предписания пограничной службы, где была абсурдная причина, что якобы я не смог объяснить цель своего приезда. Еще в сюжете о работе преднестровских предприятий. Вот агрофирма в Григориополе выращивают фрукты. Везут в Россию. Сейчас сложности с логистикой. Раньше в Москве, допустим, фура доезжала за 2-3 дня. Это с учетом таможни, с учетом всего. Сейчас от недели и может до двух недель. Проблем много, но Приднестровье продолжает жить и развиваться. Есть пункты размещения для беженцев. В кадре санаторий «Солнечный» в Днестровске. В этом санатории сейчас живут 85 человек. Кто-то находится здесь уже больше полугода. Семья Анжелики Мельничук приехала из Одессы. Доброжелательные и очень открытые во всем. Я сейчас даже езжу в Тирасполь на курсы, которые нам тоже предоставили до беженцев бесплатно на курсы парикмахеров. Я получаю новую профессию. Что касается решенных проблем. Газ в декабре Приднестровье получает 5,7 миллионов кубометров в сутки. Промышленность выходит из кризиса. Правда, что будет в январе? Пока вопрос.